это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня святой праздник в день студента в медуниверситете говорили о важности профессии нехитрые приспособления правила поведения на водоемах зимой со школьниками повторили инспекторы гимс утренние звезда в песочни в рязань доставили мощи иоанна крестителя начнем с чрезвычайного происшествия в дягилева из квартиры дома по улице авиационной сбежал тигр объекты полосатого хищника сообщили в полицию соседи владельцы говорят зверь уже пытался напасть на прохожего вот такое видео распространяется сейчас в сети сбежавшая матильда и и как называет она сидит сейчас канаве здесь ее мы чуть-чуть отцепили цепили по последней информации сбежавшего тигра вернее тигрицу поймала городская служба по контролю за безнадзорными животными сейчас зверь усыплен другим новостям сегодня день студенты или татьянин день его ежегодно праздную тысячи молодых людей по всей стране в рязани порядка 30 учебных заведений высшего и профессионального образования высокого уровня и все они сегодня отмечали этот праздник день студента всегда приурочен к татьяниному дню святая татьяна покровительница всех учащихся вузов и сегодня у некоторых двойной праздник студенчество такое время когда я обрела очень много друзей очень много таких так скажем добрых связей с преподавателями и научилась многому например в той же научной деятельности очень многому тут научилась очень много возможности заниматься волонтерством активной деятельностью культурной и хотя у кого-то сессия в разгаре праздновать день студента святое во всех смыслах у многих уже сформировались традиции связанные с 25 января 5 лет 5 раз отмечали всегда очень весело все на очень надолго запомнили и думаю этот будем долго еще помнить собираемся вместе со своими товарищами по учебе и чаще всего в стенах мединститута либо на его территории и как-то да весело проводим время институт нам в этом очень помогает отдохнуть подготовиться к сессии оставшиеся больше ничего о том что студенческие годы лучшие годы говорил юношам и девушкам вице губернатор артем бранов за это время нужно четко расставить приоритеты и цели это первый шаг перед взрослой серьезной жизнью Рязанская область да и страна в целом конечно нуждается во всех вас и начиная от здравоохранения заканчивая строительством энергетикой айти технологиями нам нужны абсолютно все студенты потому что сейчас у нас идет везде огромная реформа я говорю еще повторюсь начиная от здравоохранения губернатор огромное внимание этому уделяет поэтому студентов медиков мы ждем вот нам нужны строители нужны дизайнеры потому что я надеюсь что в ближайшее время город будет сильно меняться мы планируем большие деньги в него вкладывать артем бранов также отметил что рязань один из самых если можно так выразиться студенческих городов вузов и сузов у нас почти три десятка это значит что молодые и энергичные специалисты будут регулярно пополнять ряды профессионалов это лучшие годы и это шанс когда ты хорошо поучился правильно провел лучшие годы студенческие сделать свою жизнь самой лучшей красивой насыщенной и вот этого бы хотелось всем ребятам пожелать чтобы все получалось чтобы никогда не уходил задор студенческий и ты шел по жизни с большой радостью усердием и дарил людям себя дарил людям эмоции дарил позитив и конечно знания полученные прекрасных вузах нашей области и хотя быть студентом большая ответственность в нашем регионе создают все условия для тех кто решил получить качественное образование в рязанские вузы съезжаются абитуриенты из соседних регионов и даже стран престиж большинства учебных заведений формировался годами и по сей день поддерживается высоким уровнем выпускаемых специалистов в день студента в рязанский автотранспортный техникум имени живага в гости пожаловали сотрудники госавтоинспекции они рассказали студентам техникума о разных направлениях деятельности в гибдд валерий седов продолжить рейка дорожная универсальная состоит из самой рейки и у такой лопатки несмотря на свою простоту такая рейка точный измерительный прибор ею инспектор дорожного надзора фиксирует неровность дороги крутизну откосов и насыпей в общем способов применения хватает и это только часть спецсредств которые стоят на вооружении сотрудника дорожного и технического надзора гибдд студенты такое видят впервые а вот право котестер слышали все алкотестер у студентов автотранспортного техникума вызвал неподдельный интерес самые активные даже решили что называется продутся естественно с нулевым результатом лекцию спз сотрудники гибдд организовали в честь дня студента тем более кому как не студентам автотранспортного техникума рассказывать о направлениях работой госавтоинспекции я сегодня достаточно много для себя узнал и по поводу кодекса и приборы для устранения нарушений ну и повторение мать учения очень хорошо для студентов особенно кто вот только сдает на права чтобы узнать новые приборы как они работают для чего они чтобы не нарушать правила дорожного движения для себя тоже много узнал что есть такие приборы которые даже не знал что существуют и как они работают а уникальных приборов хватает например вот это мерное колесо работает с точностью до сантиметра или вот шумомер и пусть назначение его понятно из названия видели его многие только на картинках сотрудники госавтоинспекции на встрече со студентами рассказали какими приборами пользуются дорожные полицейские для контроля за уличной дорожной сетью и технического состояния различных транспортных средств инспекторы госавтоинспекции уверены что беседы о проблемах дорожной безопасности с молодежью положительным образом сказываются на формировании законопослушного поведения на дороге такие встречи со студентами акция отнюдь не разовая однако именно это приурочено к дню студента задача не просто удивить ребят техническими средствами инспектора дорожного надзора но и еще раз напомнить основные правила дорожного движения губернатор павел молков призвал жителей поддержать инициативу по присвоению рязани почетного звания город трудовой доблести отдать свой голос можно на одноименном сайте рязань город трудовой доблести . рф на главной странице находится счетчик учета там уже больше сорока четырех тысяч голосов в прошлом году это почетное звание получили девять городов что надает в городах трудовой доблести устанавливают стеллу с изображением герба города и текстом соответствующие указа главы государства а также проводят публичные мероприятия и праздничные салюты 1 и 9 мая и в день города ходатайство о присвоении звания город трудовой доблести рассматриваются оргкомитетом победа после экспертного заключения российской академии наук наш город абсолютно и полностью по праву это звание заслуживает великую отечественную рязань была надежным тылом здесь готовили офицеров здесь лечили раненых снабжали армию продовольствием боеприпасами работали самоотверженно у нас в регионе 256 тысяч человек получили медаль за доблестный труд в годы великой отечественной войны рязанцы внесли огромный вклад в победу я сам проголосовал это предельно просто заходим на сайт через госуслуги авторизуемся и голосуем инспекторы гимс рязанского управления мчс сегодня доходчиво объясняли школьникам как нужно и как не нужно вести себя зимой на водоемах для верности показали спасение тонущего в проруби человека в натуральном виде когда критерии льда позволяют создаются ледовая переправа ледовая переправа создается когда толщина льда не менее 15 сантиметров это конечно не урок физики но какие-то общие знания у восьмиклассников посетивших базу инспекторов гимс конечно есть температура замерзания воды толщина льда для безопасного перехода средства спасения все это ребята примерно знают а тем кто не знает руководитель рязанского гимса андрей шестопалов правила поведения на зимних водоемах объясняет буквально на пальцах вместе с раздачей специальных памяток лед не должен иметь желтых оттенков должен быть голубовато синим либо голубовато зеленым возможно будут прожили на толщина безопасного льда для одного человека это 7 сантиметров для группы это не менее 15 сантиметров если толщина крепкого льда 25 30 сантиметров это можно организовывать уже ледовую переправу для легкой автомобильной техники от теории к практике как и чем спасать провалившегося под лед бесстрашные инспекторы гимс показали на собственном примере идет человек провалился под лед как я говорил сразу же руки выставляет выставляет то место попытается забраться спиной либо так смотрите одну ногу сначала закидывает второй переворачивается отходит и дальше по тому месту отходу шел выходит конечно если есть конец александрова или спасательный круг вызволить бедолагу из ледяного плена будет проще но спецсредств под рукой обычно никогда нет зато их можно сделать самостоятельно как именно рассказал один из ветеранов придуманное им устройство своеобразная палочка-выручалочка очень простое в изготовлении его можно вытащить даже на уроке труда и носить всегда на речку с собой ну или сделать по-другому легче всего чтобы ее на станке не вытачивать купить черенок граблей вот это как раз от граблей черенок и разрезать его на пять частей и вот из одного черенка получается пять таких устройств значит шнур капроновый обычный бельевой если есть другой ну допустим стропа парашютная может если это в военных условиях изготавливается для заядлых рыбаков у инспекторов гимс отдельная инструкция сверлить лунки нужно строго на расстоянии двух а лучше трех метров друг от друга чтобы случае чего провал под лед не стал массовой историей в крестовоздвиженский храм в песочный привезли ковчег с частицы мощей иоанна крестителя доставили святыню из иоанна богословского монастыря святой предтеча или креститель иоанн великий пророк завершает историю церкви ветхозаветной и открывает эпоху нового завета родственник христа по матери иоанн предтеча родился шестью месяцами раньше иисуса христа архангел гавриил был вестником его рождения много лет иоанн в дикой пустыне готовил себя к служению строгой жизнью постом и молитвой в возрасте 30 лет он вышел на проповедь на берегу иордана он призывал всех покаяться и готовиться к принятию спасителя мира по выражению церковных песнопений иоанн предтеча был светлой утренней звездой которая предвещала появление духовного солнца христа он крестил сына божия в водах иордана и стал свидетелем таинственного явления при святой троице в день крещения спасителя вскоре святой иоанн принял мученическую скончину его казнили по приказу царя ирода он как бы является переходным таким звеном ветхозаветным он может считаться пророком потому что он проповедовал еще до того как было проповедано евангелие новозаветным пророком так сказать апостолом можно считать потому что он уже был первым мучеником за христа желану крестителю обычно молятся одрование истинного покаяния о прощении грехов вот что нам как раз и нужно в этой жизни больше всего но также еще было замечено что при молитве иоанна крестителю попадают головные боли народ верующие встретили святыню соборной молитвой а после молебна каждый имел возможность приложиться к мощам великого святого и обратиться к нему со своими сокровенными просьбами мыслями или благодарностью ковчег будет пребывать в крестовоздвиженском храме до 26 февраля в эти дни любой рязанец и гость города может поклониться и помолиться у мощей святого пророка предтечи крестителя иоанна на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62.tv на наших страничках в соцсетях всего доброго а